Итак, всем привет, с вами Дабгейм, мы продолжаем играть за Германию в World of Blaze и в прошлой серии мы успешно выиграли битву за Британию и кроме того уже полностью лишили их каких-либо баз в Северном море, вообще в принципе в Северном Атлантическом океане, да и мы уже готовим выездку в сердце Америки, начнем мы с Канады, потому что только туда достанет наш флот, как бы да, только так вот мы сможем высадиться, хотелось бы мне высадиться сразу в Вашингтон, но не достаем, не достаем. И в итоге, я думаю, наше командование было принято очень важное решение, нам в будущем может представлять угрозу только Америка и Советский Союз, и если Советский Союз пока что с нами не находится в состоянии войны, Америка находится, а значит ликвидировать ее в ее самый уязвимый момент будет абсолютно правильным решением. Предстоит очень опасная операция, нам необходимо будет просто огромнейшее количество солдат, техники и авиации перебросить на, собственно говоря, совершенно другой континент, мы должны как-то незаметно проплыть. Здесь, я уверен, мы даже можем, наверное, видеть, да, куча американского флота находится, еще они здесь где-то находятся, мы их порейдим, но в общем-то они нас ждут, они нас ждут, но у них нету подлодок, так что, ну, вот это ожидание не сильно нас скажется, пока они подлодки не построят. Несмотря на это, я верю в наши войска, и перед, так сказать, нашим крестовым походом на восток, за жизненным пространством, нам необходимо ликвидировать любую угрозу, которая уже есть сейчас. И после ликвидации США нам действительно не будет вообще никаких преград позже уничтожить Советский Союз. После падения США, а у нас на это есть, я бы сказал, примерно год, но если будет четкое ощущение того, что нам останется буквально еще несколько месяцев, вполне себе поход на восток можно будет отложить, потому что убрать угрозу союзников, это убрать любую угрозу будущему. Потому что один на один с Советским Союзом мы уже сможем выстоять, какие бы потери мы не понесли в войне с Америкой. Так что на этом, я думаю, мы и начинаем эту серию. Поехали. Кстати, помните, я не знал, почему у меня здесь задамажился флот, ну тут корабль, корабль был какой-то задамажен. Это, я так полагаю, мины, здесь все заминировано, в связи с этим, я думаю, что нам имеет смысл немножко перестроить наше производство, возможно, поделать какие-то эсминцы, либо фрегаты даже, да, наверное, фрегаты, которые будут у нас разминировать всякие вещи, да. Вот так вот нам надо будет поделать побольше, начать заниматься разминированием этих всех территорий, потому что больше угроз там нету, мы уже свободно этим заниматься, почему бы это не сделать. У нас тут просто огромное количество стран, мы теперь можем немножко, так сказать, побулить, забрать всю экономику себе, сбросить 10 усталостей. Но пока что мы этого делать не будем, у нас есть вот эти кнопочки, в сумме давайте на 12% мы снизим экономическую усталость, мы очень хороши по экономической усталости, пока что только 50%. Так, протекторат, это из Британии. Нам нужно еще чуть-чуть с мэнпауэра. Как-нибудь сейчас его найдем, сделаем рейхском миссариат Британии, а потом, я так понимаю, Исландия, да. И это освободит нам какие-то людские ресурсы, единственное, это займет у нас верфи, потому что верфи мы перестанем получать. Рейхском миссариат дают кучу своей промышленности и все свои военные заводы. Так вот здесь вот надо будет посмотреть. Да, 25, а нет, 25 гражданских и 75 военных, да, мне казалось больше. Ну, допустим, либо это, возможно, это, возможно, другой тип. Да, это другой тип, богемия другой тип. Окей, да, они дают нам 75 гражданских и 100 военных. То есть мы получим очень много вот отсюда промышленности, без затрат на гарнизоны, но не получим верфи. Так что надо чуть-чуть подождать с этим и поделать, наверное, себе минных тральщиков. И распустив немного буквально авиации, я себе освобождаю мэн пауэр. Теперь мы делаем рейхс-предекторат Британия. У нас появляется достаточно уникальное решение. Так, Исландию тоже сразу сделаем. Сразу мы можем забрать весь вольфрам себе и железо британское. Да, забираем. И у нас есть решение на то, чтобы переместить к нам их верфи. О, да, это мы берем. И их производство стали. Это мы тоже берем. Это, видите, комплайенс уменьшит, то есть, собственно говоря, подчинение. Ну, там и так 50 благодаря рейхскому историату. И расти оно будет быстро. Тут еще есть уникальный тоже модификатор. Эдвард Восьмой. Нацистский король. Он тоже дает нам плюс подчинение. Супер. Это меня устроит. Еще то, о чем я волнуюсь в Америке. Это у них есть уникальный дух. Да, дом свободных. Скорость роста сопротивления плюс 80%. Это сильно. Но надо понимать, что это не дает цель сопротивления. А значит, максимум будет все еще не такой большой. Окей. Так что это нормально. Переходим дальше. Ой, мы можем, собственно говоря, передать снаряжение нашему протектору. Видимо, у них оно кончилось или что. Не понимаю. Очень понятно. Но раз есть, значит, надо нажать. Это всего лишь 5000 пехотки. У нас их хватает. Можно будет, кстати говоря, еще подумать над нашими заводами. И немножко их перепрофилировать. А именно сократить производство тяжелой пехоты, доп. оснащения. Вообще поездов, возможно. И машинок тоже. У нас, в принципе, их более-менее хватает. Сколько это нам освободить? Недостаточно. Но в целом можно было бы еще вот так сделать, наверное. Мы все чувствуем более-менее хорошо, я бы сказал, по вот этим пунктам снаряжения. Так что да, можно так делать. Ой, и теперь мы можем не импортировать вообще к нам железо. Видимо, да, Британия за все расплачивается. Супер. Нас это устраивает. И у нас, наконец-таки, по ресурсам все почти что идеально. Не хватает только алюминия. Но мы его достраиваем. И как резину тоже мы достраиваем. Слушайте, релокация требует огромного количества фабрик. Вот это там нигде не было написано, как будто... Нет, ладно, сверху было написано. Но я думаю, это того стоит. 180 дней это долго, конечно, да. Но мы себе переведем кучу промышленности, которая нам, в принципе, нужна. И тут что-то еще происходит в Югославии. Так мы там протестуем. Я все жду, пока начнется война. И жду, пока у нас вот здесь тоже появится КБ. Потому что мне хотелось бы добить этот вот весь Ближний Восток. И дойти до вот этой вот сладкой нефти. Ой, у нас появляется возможность надавить на Испанию. Ты понимаешь, да. Потому что мы сделали британский марионетку. Типа, Британия теперь поехала. Можно и Кибритар забрать. Поехали. И у нас даже на данный момент, смотрите, по топливу мы полностью на самообеспечении. Нам, кстати говоря, немножко надо у Италии подзакупить вот этих ресурсов, бокситов. Но да, в целом мы очень хорошо себя чувствуем. Прям, я бы сказал, шикарно. И да, мы сейчас не очень хорошо строимся. Но это лишь потому, что мы из Британии крадем промышленность. И, блин, вообще это очень логичный фокус. В том смысле, что если Британия реально была вот так вот бы захвачена, то у Испании было бы ноль как бы и причин, и отказаться. И, в принципе, если Германия смогла захватить, то отказаться Германии, наверное, не стоит. Так что заставить Испанию вступить, да, вполне себе логично. И Гибралтар захватить тоже вполне себе логично. Мы, наверное, туда сейчас и пойдем. И после этого мы сделаем ультиматум Португалии. У нас складывается абсолютно новый мир, в котором именно мы лидер. Итак, фокус готов. Вот там должно быть какое-то решение, ивент или что, наверное. А тем временем можно вот это, наверное, сделать. Хотя у нас прям суперполезных фокусов нет. Вот это, наверное, можно на опыт взять. Давайте возьмем. И нет, никакого ивента не было, но мы можем пригласить теперь во фракцию Испанию сюда. И теперь танки, которые я вот сюда подвел, отправляются кушать Гибралтар. Давайте вот так вот сделаем. Я уверен, что здесь 5-й форт. Сколько у нас здесь по портам? Плюс 57, я думаю, мы справимся. Плюс авиацию сейчас, конечно, подведем. И наши дивизии поехали, и уже достигают порта. Здесь просто нет войск никаких. Я уже перебрасываю танки на вот эту нашу базу, пехоту вот сюда. Танки я просто хочу первее довести. Они, я думаю, по-быстрому будут стараться захватить все. А пехота потом уже будет прикрывать тылы. И вот таким вот образом мы потихоньку перевозим наши войска. И, судя по всему, перекатся опять машет ладошкой. Когда мы захватываем морскую базу Халифакс. Отлично. Другой вопрос, что дальше мы вряд ли сможем высадиться. Именно вот так вот. У нас для этого... Хотя, ну, попробуем еще, конечно. Посмотрим. Может, может, получится. Но я, конечно, в этом сомневаюсь. И внезапно у нас закончились конвои, черт возьми. Давайте попросим ишек нам их предоставить. Возможно, у них они есть. Да, так и есть. Британия вот это должна иметь. Давайте-ка конвоев. 12. Ну, хоть сколько-то будем сейчас получать, сад, ребят. Они, чтобы, наверное, их строят. Да, у них вверхи есть. Надеюсь, они строят именно конвои. Потому что там внезапно их очень не хватает. Я думаю, эта ситуация будет только ухудшаться. Потому что, скорее всего, какие-то у нас они будут перехвачены. Ну, может и нет. Посмотрим. А, и войска у меня вот эти уже готовы здесь. Давайте. Возьмите войну. Они не хотят. А, то есть они готовы войти в альянс, но не готовы зайти в войну. Неприятно, конечно, получилось. И Италия объявила войну в Франч-стейту. Ну, в принципе, ладно, меня это устроит. Только меня не устроит то, что у меня здесь нету сейчас войск. Ну, вот так вот, пожалуй, только, наверное, вот так. Прорывом вот таким. Пока они поедут обратно. Здесь, да, они вступаются в союзники. Далее. Зовет нас окей. Мы сейчас пойдем захватывать Франч-стейт. И у нас, наверное, откроется операция Антон, возможно. Его бы еще тут найти, конечно. Но, должно быть. Ну, нет, она недоступна. Ну, ладно. И, кстати говоря, готовится операция уже вот эта вот. Поэтому скоро мы сможем нажать. Силайн тоже, в теории, сможем нажать, если какую-то дивизию себя перебросим. Потому что здесь, может, мы еще встретим британские дивизии. А пока что вот эти парни спешат вот сюда. Ну, и, наконец-то, Италия объявляет войну Греции. Надо им, наверное, чем-нибудь помочь. У нас есть некоторые дивизии. Так, это не те дивизии. Вот эти дивизии, давайте, пойдут сюда. Не уверен, я штаб и снабжение. Но стоит, наверное, отправить вот так их. И вместе с этим, я думаю, скоро будет Югославия также. Также мы им поможем. Авиации в том числе. А здесь почти все закончилось с Францией. И я делаю интегрировать испанскую экономику. Это даст мне военные заводы. Испания даст военные заводы. И даст нам ровно ресурсы в Наваре. Здесь немножко бокситов и железа. Я считаю это приятно. И вот Франция капнула. Вот здесь вот тоже накапнет. Здесь мы тоже объединим наши территории. И, наверное, стоит подумать вот над этим. Поэтому давайте наши легкие танки поедут вот сюда. Теперь с Греции можем мы и Болгарию позвать к нам. А там будет еще и Югославия. Тоже на подходе. Так что и тем, тем мы займемся. Здесь наши танки тоже уже готовы. Вот эту армию почти закончили. Давайте. А, давайте. Подумаем про Монт Пауэр, пожалуй, уже. Следующая палетка идет вот сюда. Ну и, конечно, Испаза принимает интеграцию. Супер. Еще плюс военные заводы. У нас на самом деле уже почти пять сотен военных заводов. Причем 179 из них контролируются нашими марионетками. И с фабриками примерно то же самое. Мы получаем 150 от марионеток, 50 от торговли, 6 еще от чего-то непонятно. Ивенты и оккупация. Видимо, это от Франции, то что мы напрямую контролируем. Ну, я так понимаю. А у нас, кстати говоря, стало не хватать железа. Любопытно, до этого уже хватало. Видимо, я сильно поменял что-то с производством. Но, кстати, это железо не то, которое нам надо. У нас 250 в плюсе встали, так что... Ну, я подозревал, что нам где-то вот так нужно будет железо этого. Но не более того. А с резиной, такая же, другой разговор. Нам нужна вся резина, что нам в минусе стоит. Мы тут, кстати говоря, новое поколение танков сделали. Panzer III L. Наша основная боевая машина будет. И штуки тоже сейчас мы будем, я думаю, качать. Да, вот штуки. Я, в принципе, и поставил. И их тоже апнем. Они тоже у нас очень сильно используются. Используются они в наших механизированных дивизиях. Используются они в наших танковых дивизиях. Здесь, конечно, только как поддержка. Так что, да. Они у нас очень-очень используются. А вот и танки прибыли. Что ж, давайте, я думаю, в первую очередь заставим капнуть Канаду. Местная Британия, так сказать. Вы можете видеть, наши конвои никто не рейдит. Это только итальянцы рейдят их. В общем-то, американцы, ну, тупые, как говорится. В любом случае, я думаю, стоит пора уже скидывать агентов на восток. И я думаю, начинать готовиться к Барбаросу скоро. И вот у нас фокус на Югославии. Тоже туда идем. У нас вот здесь вот есть Казус Белли. Супер. Объявляем войну. Вопускаем все события. Френч с этим захватим и так. Вот сюда есть смысл сделать прямо отдельный Казус Белли. Да, политка на это потратится, конечно. И делается долго, но как иначе. И после этого, я думаю, мы бы пошли в Сводовскую Аравию. Сразу делаем так, потому что, ну, 90 дней, 90 дней, 90 дней дольше, чем 155. Логично. Я думаю, логично. И начинаем здесь атаку, плюс помогаем, конечно же, авиацией. Сейчас будем закатывать Грецию. Наши танки здесь уже почти доехали. Будем закатывать Египет. Здесь, в принципе, Италия сама закатывает Францию. Я не против. Знаете, как бы все ребят призвать. Но, видите, они не захотят. Я думаю, еще долго. Ну-ка, а может быть, они какой-нибудь фокус потом возьмут, который уберет. Ну-ка. Нет, судя по всему, нет. Такого не будет. Или я тут немножко по-другому написал. Слушайте, слушайте. Ну, вообще, шансы на это есть. Ну, вот это вот, допустим, да, здесь есть такой вариант. Ну, посмотрим. Я плохо знаю, какие-то есть фокусы. Но в теории должно быть. Должна быть возможность. Ну и что ж, я думаю, уже пора делать вот этот фокус. Потому что дается нам на 180 дней. Как бы уже пора технически. Хотя я и, возможно, отложу на падение на восток. Но это даст нам еще... Там он рост эффективности нам еще. На output тоже полезно. И скорость постройки как раз-таки всей инфраструктуры. Я думаю, мы ее тоже подпродолжим на восток. И смотрите-ка, Исландия все просит людей себе. Ну, ладно. Ладно. Просит, значит, есть зачем. Странно, что так много... О, здесь, кстати говоря, мы видим лут британцы. Я бы как-то, наверное, их поперехватывал. У нас, кстати говоря, под лодком некоторые протери произошли, я замечаю. Давайте немножко пересмотрим нашу политику. Вот так вот мы сделаем. Ну, а здесь, да, мы просто спокойно закатываем. Там какое-то ополчение поднялось. Ох, ох. Вот это уже интересные цифры. Видимо, такая легкая прогулка будет у нас в Америке. Но я думаю, раз мы уже начали... Да, Homeland Defense Emergency Act. Они, да, видимо, есть там какие-то кнопки, которые помогают защититься Америке. Но раз мы уже начали нашу оккупанию в Америке, надо, я думаю, ее заканчивать. Как минимум, капитулировать Британию я бы хотел. Хотя, смотрите-ка, у них кап. Видимо... А, может из-за рейхскими царя, а может нет. Но... У них теперь кап по-другому стал. Пока мы его не делали, там было вот так. То есть... Блин, на самом деле тогда надо было его не создавать. Добавно. Но нам, в любом случае, надо перебрасывать. Будет сейчас туда побольше войск. А пока что мы... А пока что мы занимаемся Югославией. И потом, наверное, эти войска туда и поедут. И тут есть ультиматополк в Португалии. Давайте его тоже сделаем. Почему бы нет? Так, здесь у нас странки, да, не имеют никаких проблем, проходят. Потихоньку, потихоньку здесь сделаем спокойно нашим. Вот это нам очень важно. Быстрее пробиться. Но, опять-таки, наверное, уже не так важно. Раз здесь уже американцы нас срали дивизиями, как говорится. Так что сейчас будем думать, смотреть. И Египет капитулировал. Супер. Теперь Титанчики готовятся к Палестине. Потом там снова будет Египет. И Френч Стейт тоже. Здесь мы... Давайте, ребята, пошустрее. С, собственно говоря, Грецией. И Гусландия тоже уже почти готова. Итак, португальский ультиматум мы делаем. Ну да, они либо присоединятся к оси, либо будут захвачены. Я туда уже перебрасываю, на всякий случай, армию. Сейчас задаем их ответ. И Португалия присоединяется в Ось. Причем стал Greater Portugal. То есть, я так понимаю, фашисты там пришли резко к власти. И мы их призываем в войну. Почему бы и нет? А Мазор, кстати говоря... Да, Британия взяла в Португалию. Мы их вернем, я думаю. Но вот эту армию можно вернуть обратно к Советскому Союзу. В принципе... Но в Португалии они не оказались нужными. Я все еще, наверное, на всякий случай буду держать здесь гарнизоны. Вдруг в Советском Союз... Не знаю, какие-нибудь скрипты есть, чтобы Советский Союз открывал, если мы в Америку высадимся. Но в целом, я думаю, мы сейчас будем полностью сфокусироваться на Америке. И даже если это займет лишний год, мы все равно будем это делать. Потому что у нас есть успех. И потому что без Америки СССР не представляет как таковой опасности для нас. У нас не будет никакого таймера. Мы можем воевать столько, сколько будет нужно. Тотальная война, каковой ее еще никто не знал. Ой, здесь все-таки Испания зашла, смотрите-ка, в войну. Так что мы сейчас куда-то поищем наши войска. У нас есть войска вот здесь. Отправим их штурмовать в Гибралтар. Поехали. Давайте вот так вас мобилизируем. Потом вы там доедете как-нибудь. Манштейны, свободные войска. Пожалуй, давайте они будут просто прикрывать здесь наш фланг. Наш тыл Советским Союзом. И постепенно, постепенно мы продвигаемся. Опять-таки, я чувствую, что да, атаки на восток не будет. Вовремя, по крайней мере. Потому что, ну, США действительно настрали неплохим количеством гарнизонов. Да, они не слишком хороши, но их много. И, по крайней мере, прямо сейчас мы воеем вообще за горы. А горы, как и естественно, очень тяжело берутся. Так что, да, у нас потребуется выделить намного большее время на эту операцию, чем изначально хотелось. Но все еще, я думаю, мы сможем с ними справиться. Итак, судьба Югославии. Еще нашу усталость уменьшаем. И нашим союзникам тоже, я так понял. И немножко реорганизуем, как здесь все будет устроено. Окей. С этим все готово. Надо греться, еще тоже капнуть. А, ну я думаю, надо еще острова занять. Просто будет. Здесь мы с Палестиной как? Еще чуть меньше месяца осталось. Здесь тоже все хорошо. Я бы даже сказал, они здесь по ощущениям неплохо так сгорают. Давайте-ка немножко переставим наши приоритеты по подлодкам. Вот здесь вот очень хочется их порейдить, потому что здесь, скорее всего, очень много припасов едет. Я чувствую, союзники здесь потеряют очень много войск, потому что, ну... Потому что отступать им особо некуда. Территорию эти рано или поздно мы захватим. Стоит, наверное, вот сюда еще воздух прислать опять-таки, да? Классики. Теперь-то уж Испания в войне. Никак... Никак им теперь не защитится. Гибралтар, я думаю, мы возьмем... Здесь ширина фронта позволяет всего лишь одну дивизию иметь. Сейчас еще авиация доедет, я думаю, все станет получше. Хотя 1-1 они не справятся, но, опять-таки, здесь всего две дивизии. Рано или поздно мы делаем вот так. Рано или поздно мы пробьемся. Сейчас еще и авиация будет помогать. О, а вот пока я тут занимался Америкой, Гибралтар мы взяли. И я думаю, мы вот эти войска перебросим сюда и обрежем здесь ввод снабжения всем войскам союзников. Здесь, я так понимаю, припасы они не будут больше получать. Так что вопрос взять вот этих территорий лишь вопрос времени. Это, оказывается, были на Палестину готов. Время получает с удовольствием. От военных преступлений, как говорится. А, но они сразу не призвали. Вот теперь призвали. Поехали. О, и судя по всему, доехали вверх, и потому что у нас так стало 118. Супер. Давайте теперь... Что делаем вот с этим все? Мы же... Да, вот эти корабли отправляем. Я здесь уже этот... Лот наш. Мина разминирующих кораблей. В принципе, я сделал уже 11 кораблей там. Потихоньку будут еще больше прибавляться. У нас уже 539 военно-заводов. Это мы все из США, я думаю, захватываем. И что нам вообще может пригодиться в таком случае, не знаю. Честно говоря, уже не очень уверен. Пускай еще вот так они делают. Собственно говоря, почему бы нет. Так наш лот, в принципе, особо нигде не участвует. Ну, пускай вот так вот застраивается. Здесь потихоньку они разминируются. Потом, я думаю, поедут разминировать вот сюда. О, вот можно разрешить вербовку различных тут провинций, как вы можете видеть. Давайте начнем с... Ничего, здание. Вообще, я бы все их понажимал. Надеюсь, вермахт у меня не сильно обозлиться. Но мне нужно повысить влияние SS, чтобы вот этот дебаф Абвера убрать. Так что делаем вот так. И пока что что? Пока что все, наверное. Мы еще можем вот так сделать, собственно говоря. Тоже почему бы нет. Видимо, мы еще дополнительно быстрый ресурсов получили. И, господи, сколько же мы здесь всего нарейдили. Я повторяю, там много дивизий. Пыталась либо уйти, либо наоборот помочь. Авиация здесь работает. Так что да, вопрос поражения здесь только. Вопрос времени также. В том, я думаю, будем выставки планировать. О, Палистина капитулировала. И победа оси в Африке. Ну да, только союзников в Африке в принципе не было. Но это уже подробности. А Италия тем временем здесь начинает бороться с союзниками в Африке. Вместе с Португалией и Испанией. Что ж, удачи им. А я думаю, наши рейдеры должны вот так вот заниматься вплотную конвоями вокруг Африки. Я думаю, это будет самое продуктивное использование подлодок. И вместе с этим я думаю, что нам бы стоит вернуться к производству некоторого количества подлодок. И, понимаете, присоединилась к оси по нашему фокусу. А прогресс здесь, ну, есть, есть. Прогресс есть, и он неплохой, но все еще не сильно быстрый. Все-таки мы высадились там, где горы. Ну, ближе нам к нормальным территориям высадиться нельзя было. Думаю, вот где-то сейчас у нас как раз-таки начнется нормальный прогресс. Плюс надо какие-то войска сюда отправить на гарнизоны. На просто счету запада. Точнее, севера. И у нас есть в этом плане движение. Ну, мы отправляем сюда вот эти дивизии. Это раз, два. Я, по-моему, еще отправлял сюда пехотные дополнительные дивизии. Давайте проверим. Да, вот они тоже едут. Так что подкрепление в дороге. Легкотанковые вот эти дивизии, я думаю, будут заниматься Африкой в основном. И вот эти дивизии стоят, ну, на всякий случай здесь вот на защите наших восточных границ. И мы потихоньку добиваемся присутствия в воздухе над Америкой. Все больше и больше авиатбасом захватываем. В итоге больше и больше мы можем себе позволить самолетов сюда привезти. И мы начинаем штурмовать Нью-Йорк. И только не забываем забирать контроль у итальянской барионетки. И в том числе, я думаю, у Италии. Это будет сложновато, наверное, да? Ну-ка. А нет, мы можем вот так вот выбрать. Отлично. И так, ну-ка. Передайте нам, пожалуйста, вот это все чудом. Чтобы позже вот эта вся нефть приходила под нашу прямую. Под нашу прямую контроль. Падение Нью-Йорка, наконец-таки. Осталось лишь вот здесь вот эти территории забрать. Мы немножко здесь упустили, пока долбились в Нью-Йорк. Но в целом нормально. Мы здесь параллельно еще кое-как пробиваемся. И скоро будем ходить к Вашингтону. Во время как на востоке здесь мы уже почти полностью добили отсутки вот этой территории. Будем сейчас готовиться к атаке на Саудовскую Аравию. Здесь в Северной Африке тоже у нас все прогрессирует неплохо. И здесь потихоньку мы уже готовим нашу механизированную армию. Несколько нам не хватает вот этих штук. Они в каких-то нереальных количествах тратятся. Видимо, у наших танковых дивизий, потому что их там мало. А те единицы, которых мало в дивизиях, тратятся достаточно быстро по механике этой игры. Но ничего. Я думаю, наша экономика может себе все позволить уже на данный момент. У нас 550 военных заводов. В теории, если бы мы все переместили на восток, мы бы уже могли Советский Союз захватить. Но мы должны сначала закончить на Западе. У нас некоторые вопросы есть с топливом. Но это временно. Я здесь тренирую много какие войска. Как бы мы можем это прекратить. Сюда и как бы топливо внезапно станет побольше. Плюс мы строим очень много топлива как раз таки от заводов. Плюс, что самое важное, мы сейчас западим кучу нефти вот здесь вот. Я думаю, на это можно подзавершить нашу сервию. Началась наша кампания на Западе. Пока что она не слишком успешна. Но мы вполне себе неплохие территории уже оккупировали. Промышленность неплохую себе получили. Я думаю, в общем-то, все закончится для нас отлично. С авариями, ребят, был Дубг. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok